Приветствую вас. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что интернет-общение, да, оно, это еще новый, как бы, новый вид общения, новое достаточно явление, вот, явление достаточно такое непривиальное, и люди к нему, как бы, относятся по-разному, да, то есть в том смысле, что по-разному себя ведут. Вот. И, может быть, такая история, что человек просто не любит общаться не вживую, не умеет, не хочет, не может, чувствует себя, там, я не знаю, дискомфортно, что-то еще, короче, происходит. Может быть, история другая, что человеку просто не хочется с вами общаться в интернете, а, по сути, вживую, и она хорошо проводит время, да, прямо стесняется. Именно стеснением можно объяснить тот факт, что она не пишет в интернете, то есть она, может быть, там, что-то боится, переживает, думает и так далее. Вот. Но, в самом деле, вопрос больше и больше у меня к вам, почему вас это задевает, ведь если в живом общении все хорошо, то переписываться, как бы, ну, не надо. То есть, когда вы расстаетесь, каждый может заниматься своим делом, и это здорово. Вот. А контакт использовать, там, например, контакт одноклассники, там, где вы общаетесь, да, использовать, там, исключительно для, ну, так сказать, решения каких-то вопросов, таких вот, чисто организаторских, к примеру. Вот. То есть, как бы, вот этот момент мне кажется таким, достаточно важным. То есть, почему вас это задевает, почему вас это задевает, да, то есть, для чего вам общение по сети, почему вы хотите общаться именно по сети, и для чего вы, условно говоря, там, давите, ставите на девушку, да, там, пытаются вытащить, как бы, как вы говорите, что-то из нее, там, с клещами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, определите для себя эти аспекты, постарайтесь увидеть для себя эти аспекты, и возьмите на себя лично ответственность за то, что вы делаете. То есть, как бы, не ищите, не ищите причины поведения в девочке, ищите причины такого поведения у вас, и ищите поведение, ищите причины в сомнениях, да. То есть, вот вы говорите, что у меня огромная куча сомнений, постоянно нервничаю, как этому относиться, даже не представляю. Да как этому относиться, Алексей, нормальный, нормально, как этому относиться, ну, вот. То есть, опять же, если у вас есть свои, как бы, дела, да, если у вас есть свое увлечение, если у вас есть, ну, то же все, чем вы занимаетесь, вас это вообще беспокоить не должно. А вот, если вы нервничаете, говорить о сверхмотивации, то есть, вы чересчур, чрезмерно мотивированы взаимодействовать с этой девочкой. Для чего-то. То есть, вам это нужно очень сильно, да, больше, чем ей. Ей не нужно общаться с вами так активно, когда вы не вместе, а вам нужно. Вот, вот, спросите себя, для чего вам это нужно. Потому что, если будете продолжать действовать так же, то есть, давить на девушку, то это ее оттолкнет. И она все больше не охотой будет с вами общаться. И в итоге может, может, общение может прекратиться. Вот. Чего вы боитесь? Может быть, вы боитесь одиночества или того, что она вас бросит, или отказа, или что-то еще. Может, вам секса хочется, и вы ее холодно воспринимаете, как, ну, как отказ, да. Вот. Может быть, еще что-то. Может, вам просто внимание нужно, там, не знаю, любовь, там, или что-то еще. То есть, подумайте над этим, и вот именно над своими желаниями, над тем, что лежит в основе ваших переживаний, в основе ваших сомнений. Нужно, в этом моменте, нужно разбираться подробнее. Потому что, ну вот, когда вы говорите про сомнения, да, это скорее такая, знаете как, чисто ваша реакция. То есть, вот, есть я, да, и я вот так вот реагирую на проблему. Есть я, и я вот так вот реагирую на ситуацию, там, к примеру, связанную с тем, что девочка, ну, ведет себя таким образом. Так, а почему я-то реагирую? То есть, реагирую я, да, так, мне плохо. То есть, девочка все устраивает, у нее все, у нее все хорошо, а я реагирую плохо. Я не принимаю ее такой, какая она есть, я не принимаю ее поведение, я не принимаю того, как она себя ведет. И вопрос так, а если вы ее изначально не принимаете, может быть, я отношения с ней устраиваю, тогда не надо. То есть, вам, к примеру, нужна активная интернет-переписка, она на это не способна, не хочет, не может, не знаю, не важно. Вы готовы принять это? Вот и все. Если не готовы, то, наверное, и встречаться не стоит тогда. Вот. Если готовы принять, то возьмите на себя ответственность за то, что вы хотите, и доберите того, что вы хотите из других сфер. То есть, почему у вас есть время, например, общаться со соцсети? Ну а то есть, почему у вас есть время? Для чего? Что вы хотите получить, общаясь с ней? То есть, опять же, вы что-то из нее вытаскиваете. Ну и не делитесь с ней ничем, вы не пытаетесь ее заинтересовать чем-то. Вы общаетесь с ней, как бы, ожидая, что она вам ответит. Общение так не строится, знаете, общение строится по-другому. Общение строится на принципах того, чем человек хочет поделиться, что у него, как бы, общего есть. И отсюда стоит задуматься о том, что вас объединяет с девочкой. То есть, как бы, то, что вы пишете, понравились просто, это мало, этого мало. Нужен общий фундамент. Нужен что-то общее дело, общее увлечение, общее хобби. А не просто так, понравилось. Ну, опять же, если вы хотите именно в взрослых отношениях, да, как бы, если вы хотите, там, просто, там, с какого-то увлечения мимолетнего, там, развлечься, это другой вопрос. Определитесь, сперва, со своими целями, что вы хотите, и после будет уже понятно, что для этого нужно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.